Валерию Федоровичу привет! Кто в теме, тот поймет. Моторчик Дойц БФ6М1013. Капитальный ремонт. Восстановлены были посадочные места под гизы. Блок отшлифованный. Гизы Костромского производства. Кострома мотор и деталь. Точнее Костромской завод мотор и деталь. Поршневая пропорс дизель. Все остальные запчасти также пропорс дизель. То есть Китай. Но фабричный. Основные узлы все поменялись. Все трущиеся элементы. Втулочки. Масляный насос. Поршневая. Направляющие. Клапана. Все заменено. А, ну у нас еще эти. Втулки-шагуна. Втулки-шагуна под росточком. Взяли пропорс. Готовые. В общем, нам не понравилось. Потому что для того, чтобы их установить, установить их запрессовать не проблема. Проблема их было развернуть. Для этого нужен какой-нибудь алмазный хон. Потому что обычной разверткой просто уйдет в размер. А на расточном станке не получится. Ибо втулки уже готовы. То есть вот этот маленький натяг, который будет мешать вращаться втулке, можно только расхоннинговать. К сожалению, мы не можем это делать. Поэтому были взяты повторно взяты были втулки под росточком. Вал у нас не шлифовался. Только полировка была. Там какой у нас? 0,25, да? Да? Первый ремонт? А? Шатун же шлифовывал. А, подожди, коренные мы перешлифовали, да? А, вот, точно. Коренные перешлифовали, шатун и остались стандартные. Ну, этот двигатель мы уже делали пару лет назад. Потом, спустя, спустя некоторое время была заменена на нем головка на новую. Вот. Сейчас вот он два сезона отпахал. В итоге пришел на капитальный ремонт уже. Теперь уже конкретно. Проверяем выступание поршня на поверхности блока. Куда без лома, да? Вымыты. Да? Так. Ноль. Итого? Ну и все. Ноль сезона. Четыре десятки. Четыре десятки. А допуск? Четыре миллиметра. Да, даже так. Ну, это в зависимости от какого это. Пошли наступает у нас на уровне прокладки с одним отверстием. Взяли мы, правда, металлическую. С тремя отверстиями. Ну, будем ставить то, что есть. Немножко будет больше зазор. Ну, не идеал, но ничего страшного. На самом деле. Гильзы абсолютно все были выровнены. Кстати, по буртам Костромские гильзы очень даже приличные. То есть бурт идет сотка в сотку. Высота бурта. То, что очень важно на этом двигателе. Но фоны, в принципе, идут нормальные. Чугун у них хороший. Ну, где-то, может быть, фаски не так сглажены, как на китайских гильзах. То есть фаски такие более острые. Ну, это ничего страшного. Все это как бы норм. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...